Когда общее волнение Астерлинг довольно улыбался. Он все вновь и вновь расспрашивал про Линхен. Он был из тех людей, которые смотрят на своих сограждан с точки зрения психолога. А Линхен была человеком, достойным внимания. Само собой, разумеется, ему рассказали жуткую историю, случившуюся в доме Гехтерлинга. Аста, рассказывая о своей подруге, оживилась, а член коммерческого совета с большим вниманием слушал ее. «Бедную швею, которая зарабатывает свой хлеб тяжелым трудом, она любит почти не меньше, чем своего жениха», — подумал он. «Я вижу в этом хорошие предпосылки для счастливой жизни моего сына. Я вижу у нее глубокое, богатое любовью сердце. Тем не менее, она порою бывает достаточно своевольной. Однако он тоже настоящий мужчина». Он узнал о судьбе Линхен все, что можно было узнать. Эльмбах с особым вниманием выслушал рассказ Асты о том, как Линхен потеряла свое состояние. Он сказал, что еще точно помнит подробности того дела. «Сохранились ли у нее эти бумаги?» — спросил Эльмбах. Но Аста ничего более не могла сказать по этому вопросу. Был конец сентября. Чистое осеннее небо голубым куполом раскинулось над Щецином и его окрестностями. На небе нет ни облачка. Откуда между рядами домов эти темные тени? Почему на узких улочках, заполненных людьми, уже опустились сумерки? Это флаги и простыни, висевшие в каждом окне, да огромные разноцветные праздничные гирлянды цветов, протянутые от дома к дому. На каждой площади города стоят увитые цветами флагштоки, ворота увиты свежей зеленью. Сегодня праздновался торжественный въезд в город, возвращающегося с войны войска. Это был долгожданный праздник встречи с сыном и любимым, мужем, отцом, братом. Сегодня они будут пожинать награду за свои лишения и труды, жертвы и раны, за стойкость до смерти, за героизм, проявленный во славу царя и отечества. Сегодня весь щецен на ногах, все опьянены радостью и победой, одним словом, все возбуждены до предела. Каждое сердце учащенно бьется, щеки пылают от волнения. Толпы людей, заполнив узкие улицы, двигаются, движимые единым желанием – радоваться, восторгаться, ликовать. Однако основной поток движется по направлению к вокзалу, куда должны были прибыть составы с военными, которые отправились поездом из Бемена через Шлезиен прямо в Щецен и должны прибыть в старый гарнизон между двумя и тремя часами. Померец, которого обычно очень трудно вывести из состояния равновесия, сегодня забыл свою обычную сдержанность и дал волю восторгу, изливающемуся из глубины души. «Сын мой! Сын мой!» – срывается с губ старика в синем кителе, который стоит, скрестив на груди руки. «Сын мой! Сын мой!» – вторит ему старушка с серебристым волосом, которая так же, как она это делала во время отправки войска на войну, пришла в город, неся с собой увесистую корзину с продуктами. Она думает, что ее сын, которому так много пришлось пережить, непременно вернется домой голодным, поэтому она на всякий случай позаботилась о нем. Маленькие дети с широко раскрытыми глазами тоже участвуют в общем веселье. Похоже, что без них вообще ничего не состоится, потому что сегодня все они на улицах. От конфирмантов до недельных младенцев, которые еще не могут самостоятельно держать головку. Они чувствуют свою незаменимость на празднике, поэтому создают невообразимый шум и переполох. Но сегодня ни у кого не хватает мужества их одернуть. Пусть ликуют, нескоро им вновь придется пережить такой день. Над городом стоит необычный гул, похожий на гул ветра или шум огромного потока воды. Ни один из самых окраинных, самых нищих домов, вплоть до окраин Грюнгофа и Бредова, не остался безучастным. Каждый одет в праздничный наряд из зелени и флагов. Каждый охвачен патриотическим чувством. — Слушайте, слушайте, едут! — зазвучала полковая музыка. Затрещали барабаны, волнуя сердца и увлекая их своим неудержимым восторгом. Громкое «Ура» раздалось из тысячи и тысячи глоток, разливаясь над городом и наполняя собой купол небес. Вот они прибыли. Они проходят через Шнекентор. Это добро пожаловать в городе Щецена своим сыновьям. Это громовой привет их сердец, сотрясающий воздух. Солдаты идут вдоль по холмистым улицам. Впереди идет королевский гренадерский полк во главе со своим командиром. Каждый капитан идет перед своим полком. Между солдатами бегает возбужденная собачонка с венком на шее. Это животное делило горечи и радости своих гренадеров, не покидая своих хозяев даже при самом сильном ливне пуль. За это воины пришили к ее ошейнику ефрейтерский значок. Весь полк был усыпан цветами и венками, А из окон, из которых свешиваются вниз смеющиеся и плачущие лица, Падают и падают все новые букеты и венки. Тысячи рук машут им, Тысячи платочков веют над их головами. Возгласы «Ура! Ура!» Сотрясают воздух, становясь все громче, мощнее. Среди взволнованной толпы пробирается худая женщина, держа в руках маленького ребенка. За нею следует еще пятеро ребятишек. Все они крепко держат друг друга за руки, образуя за матерью живую цепь. Фрицхен, самое маленькое и самое коротконогое звено в этой цепи, идет последним, Едва успевая перебирать ногами, но его энергично тащат вперед. «Мама! Мама! Вон наши! Вон пятая рота! Мама! Мама! Ты видишь капитана Эльмбаха? Вон он с большими черными глазами!» Но фрау Шульц не проявляет никакого интереса к офицеру, Который приветствует свое отечество с высоко поднятой головой. Его лошадь украшена венками. Она гордо несет этот почетный груз. Всадник вскидывает голову и смотрит вверх на украшенный цветами балкон, Где собрались почетные знатные люди Щецена. Он наклоняет шпагу, потому что он видит наверху асту, Которая наклоняется вперед и бросает к нему венок. Капитан ловким движением ловит шпагой венок. И вешает его себе через левое плечо, рядом с сердцем. Лавровый венок, увитый цветущими миртами. Фрау Шульц не заметила этот маленький эпизод, Полный волнующей поэзии и романтичной любви. Ее он сейчас нисколько не тревожил. С громким криком, который, несмотря на общий шум, Звонко разносится над толпой, Бросается в объятия высокорослого мужчины с полным лицом, Потемневшим от солнца и ветра. «Папа! Папа!» Громко раздается несколько детских голосов. «Папа! Папа! Мы тоже здесь! Мы все вместе здесь!» Они протискиваются сквозь толпу и цепляются за его колени, А люди, идущие мимо и смотрящие на них, радуются. Теперь никто не противится тому, Что он берет из рук жены маленькую Иду, А его жена, крепко уцепившись за руку мужа, Марширует дальше вместе с солдатами. Маленькие ножки фрица, кажется, парят в воздухе следом за ним, И действительно, малыш только время от времени Успевает касаться ими земли. Его красненькие чулочки, словно светящиеся точки, Возникают в воздухе и снова погасают. Что касается гренадеров, То они тоже опьянены общей радостью. Как много терпения им пришлось проявить, Плечом к плечу стоять на смерть под гранатным огнем, Не шевелясь. Теперь они не могут больше держать ногу, Они переходят в бег, торопясь вверх по улице, И таким образом прибывают на Кёнигсплац, Где их должны распустить. Каждый, кто видел, как Шульц маршировал по городу, Никогда не забудет этой картины. Старшие ребята несут за ним оружие и рюкзак, Девочки спорят о том, кому из них идти справа от него, А маленькая Ида вцепилась ему в бороду. Фрау Шульц наконец сжалилась над маленьким фрицем, Который уже совсем запыхался, Но тем не менее упорно держит своими ручонками Венок победителя. Она взяла его на руки и несет его вместе с венком. Таким образом, они все вместе счастливые Доходят до дома номер 25 по Фишерштрассе И быстро поднимаются наверх по четырем лестницам, Ведущим к их квартире. Повлажнившие глаза мужчины блестят, Когда он видит, с какой любовью и нежной заботливостью Украшено его скромное жилье. Мало того, что в доме появилась необходимая мебель, На подоконнике в горшках цветут герани, Пеларгонии и голубые незабудки. Вокруг окна свешиваются новые белоснежные занавески, Собранные в густые складки. И даже старый швейный столик почищен и вымыт И сияет приветливой чистотой. Посередине стола стоит огромный пирог с изюмом, Являющий собой образ величественной полноты и изобилия. Шульц, войдя в комнату, Ставит оружие в угол комнаты И вешает на него свой венок победителя. Дети, говорит он, Подойдите все сюда и встаньте вокруг стола, Каждый на свое место. Сложите руки и воздайте славу Богу, Господу нашему. Он чудесным образом вел нас. Когда началась война, мы были так несчастны, Думали, что теперь нам всем придет конец. Никто из нас не увидит больше счастливого часа на земле. Он уже все обратил нам во благо. Так что теперь мы даже не знаем, смеяться нам или плакать от радости. Посмотрите на меня, я стал здоровым и крепким. Таким я еще никогда в жизни не был. За все время похода ни один палец у меня не заболел, И наша мама опять выздоровела. Вы все стоите передо мной в новых одеждах. Щечки у вас словно у херувинчиков. Вся наша комната отремонтирована и почищена. Она блестит, словно мы в ней только что играли свадьбу. О, как милости в Господь! О, как милости в Бог! Добавил он, молитвенно сложив руки, А потом, после непродолжительной паузы, Он произнес, отчетливо подчеркивая каждое слово. «Господь еще никогда меня не оставлял. Не оставь и ты, мое сердце, Господа!» Все сели за стол, ели, пили, веселились. Сидя в приятном общении, они строили планы на будущее, Полные радостных надежд. «Для тебя я тоже кое-что привез, мать!» Сказал Шульц, доставая свой кошелек И выкладывая перед собой на столе Несколько серебряных таллеров. «Да-да, вы удивлены? Но самое хорошее заключается в том, Что, капитан, вы не поверите, ребята, Что это за человек! Он пообещал мне, Что будет посылать ко мне богатых заказчиков. Тогда мы ни в чем не будем знать нужды. Когда обо всем этом подумаешь, Глаза сами собой наполняются слезами. «Но я скажу вам одно, дети, Вы должны стать богобоязненными людьми!» И он очень серьезно посмотрел на свою маленькую толпу. «Летом 1866 года я научился тому, Как хорошо, когда входишь и выходишь с Господом!» В пироге уже была пробита заметная брешь, Когда на лестнице послышался странный шум и стук. Создавалось впечатление, Словно на лестнице одновременно поднималось Два совершенно разных существа. «Это Адольф Винтер», — пояснила жена. «Он вместе со своей женой Михаилиной Возвращается из города». «Да, это была забавная история», — сказал Шульц. «Значит, он действительно женился?» «Да», — ответила жена, — «это произошло еще в Берлине». «Папа!» — воскликнули дети. «Ему опять вернули ногу!» «Доктора приделали ее!» «Он одел на нее сапог!» «Теперь он ходит, как все нормальные люди!» «Да, это правда», — добавила жена. «Однако он еще очень быстро устает. Тогда он садится на стол и берет в руки скрипку. Они оба особенные люди. Она привезла ему какое-нибудь приданное?» Спросил сапожник. «Ничего, кроме картонки», — возразила жена. «В которой ничего не было, кроме новой шляпки из Парижа, которой она, однако, очень дорожит». «Чем они оба собираются заниматься?» Продолжал расспрашивать Шульц. «Она очень хорошо умеет обустраивать комнаты. Соседи вокруг постоянно бегают к ней. Такой уж она умеет создавать уют». «Он тоже хочет организовать свое предприятие по производству сапожной ваксы», — так он сказал. «Он привез с собой особый рецепт». «Когда он не играет на скрипке, то месит свою ваксу. Говорят, она у него получается очень хорошей». «Наверное, он получит неплохую пенсию», — задумчивым лицом проговорил Шульц. «Если бы только он немного задумался и сделал для себя выводы из тех событий, свидетелем которых ему пришлось побывать. Это пошло бы ему на пользу». «Пользу он уже какую-то извлек», — ответила жена. «Теперь он играет в том числе и духовые песни. Сбегай-ка вниз, Августа, и пригласи его вместе с молодой женой к нам на кофе. Пирога еще на нас всех хватит». Августа побежала выполнять поручение. «Скоро Винтеры, взяв друг друга под руки, переступили через порог комнаты. Он был немного бледен, но глаза его сияли. Она розовощекая, словно цветущая роза. На губах светилась милая улыбка. «Мы имеем все хорошо», — проговорила она. «Будем мы скоро видными людьми. Человек со скрипкой — это превыше всего». Шульц засмеялся. «Все пришло к счастливому концу», — сказал он. «Будем добрыми соседями. Одно прошу тебя, Винтер. Каждый вечер в субботу, когда работа закончена и наступает выходной, ты будешь приходить ко мне и играть песню о вечном покое, а мы все вместе будем петь». «Я с этим согласен», — ответил Винтер. «А ты за это будешь брать у меня ваксу и предлагать ее людям. Как я уже слышал, у тебя не будет недостатка в богатых заказчиках». «Таким образом, ты еще станешь нормальным гражданином и человеком, который разбирается в предпринимательстве», — сказал Шульц. «Кто мог такое подумать?» На что Винтер ответил. «Может быть, и я когда-нибудь найду тот покой, будем надеяться?» Часы этого незабываемого дня пролетели слишком быстро. Солнце уже склонилось к закату, серые тени сумерек исчезали с наступлением по летнему теплой ночи. Город озарился тысячами свечей. На улицах все еще стояли солдаты, украшенные красочными венками победителей. Вокруг них толпились жители Щетцина, чтобы из первых уст услышать о ходе событий и военных действиях, о своих старых и новых героях. Или они шли по улицам Щетцина из пригородов в старый город, чтобы полюбоваться иллюминациями и выплеснуть переполнившие их чувства громкими криками «Ура!» Повсюду движение и гул толпы. И над всем этим каждый час серьезно и празднично плывет звон колоколов. Своим строгим звучанием напоминает толпе, что наслаждению победой и упоению радостью свиданий тоже приходит конец. Вилла Эльмбаха сияла двойным великолепием. Своды окон и колонны были увиты гирляндами из роз. Двери салонов распахнуты. Широкие мраморные лестницы выложены красными дорожками. Один из залов этого огромного великолепного здания в особенности гордился для торжеств. Член коммерческого совета велел еще украсить его великолепными растениями из теплицы. Зал превратился в пальмовый сад. А из-под нежных перистых пальм многочисленные цветы источали свой нежный аромат на посетителей. В доме было еще совсем тихо. В зале одиноко стоял молодой человек, держа в руках часы. А его сердце тревожно билось в такт секундной стрелки. Он ждал Асту. Как он и поклялся ей, для него ее любовь тоже стала дороже жизни. И в ответ он желал получить не меньше ее сердце. Самое важное, что еще можно сказать об этом человеке, на поле сражения он стал истинным христианином. Каждый день видеть перед собой смерть, почти каждый день заглядывать в могилу, все это сокрушило его сердце, и свет Божий осиял его. Но как он будет выглядеть перед сослуживцами? Гордый, одержавший не одну победу, всеми уважаемый и почитаемый, офицер его величества короля Пруссии, душевная тревога объяла его. Много дней он не мог приобрести внутренний покой. Он знал много цитат из Библии, поскольку получил строгое церковное воспитание. Но он был решительным человеком и ничего не делал наполовину. Как-то раз в молитве он обратился к Господу, решительно и окончательно открыв ему свое сердце и попросив у него милость и спасение. Бог привел его к своему сыну, Иисусу Христу, Господу и Спасителю мира. Здесь Эльмбах нашел мир и покой. Об этом он еще должен поговорить с Астой, потому что до того знаменательного дня он мало интересовался духовными вопросами. Он вышел на балкон на свежий воздух. Когда он через некоторое время опять возвратился в зал, то нашел там уже некоторых друзей своего дома. И тут опять на улице послышался стук колес. Еще одна коляска подкатила к дому. Генерал, сопровождаемый сестрой своей жены и дочерью, поднимался по лестнице. На девушке было нарядное платье, почти как у невесты. Платье и локоны были украшены белыми розами. На пороге ее встретил член коммерческого совета и, взяв за руки, он подвел ее к сыну. После этого он представил собравшимся молодую пару, как жениха и невесту. Зазвучала нежная музыка. Гости ходили по залу или по прилегающим комнатам, тихо переговариваясь между собой. То тут, то там гости собирались в группы и оживленно обсуждали богатые событиями день. Драмбовы пришли с некоторым опозданием. Было видно, что маленькая жена еще не отдышалась от спешки, потому что она еще укладывала спать маленького Адольфа. И теперь он, слава Богу, наконец спит. Приход этой пары внес заметное оживление в круг гостей. Драмбов, который некоторое время в полуха слушал, о чем говорят вокруг, вдруг заметил. В такой ситуации представляется возможность заглянуть в душу человека. Там, на улице, каждый проявляет то, что в нем заложено от природы. К примеру, когда подумаю про Адольфа Винтера или про Шульца. Музыкант вернулся с войны совершенно другим человеком. А Шульц? Что касается Шульца, то он, пожалуй, всегда останется образцом прусского воина, который мужественно выступит на войну ради царя и Отечества. Астана, вернувшись домой целым и невредимым, в тот же вечер возьмется за молоток, рашпиль или шило, чтобы продолжить свое ремесло. На поле боя он не уступал героям. Дома он латает сапоги. Честный человек. «Одно бы мне хотелось», — высказала свое желание его жена, «чтобы мы никогда не забывали события этого лета». Аста нашла удачную характеристику этому периоду. Время слез и ран. «Эти события будут забыты, как и все прочее на земле», — прозвучал за нею голос члена коммерческого совета. «О, никогда-никогда не забудутся», — возразила фрау фон Драмбов. «Когда наш Адольф немного подрастет и станет разумно слушать, я буду рассказывать ему о каждом прожитом часе, и эти события останутся жить в памяти далеко за пределами нашего столетия. Разве то, что произошло, недостойно памяти? Да, пусть мир хранит в памяти все события, за исключением одного — страшное недоразумение между старыми друзьями, с улыбкой вставил генералу. «Хотя бы из-за старой пижамы, которая сыграла в этой истории роль. Не правда ли, Рудольф?» «Да погрязнут они в море забвения», — добавил Эльбах-старший. Казалось, что этот богатый событиями день приблизился к концу. Тем не менее, создавалось впечатление, что кого-то еще ожидают. Время от времени то один, то другой поглядывали на дверь и на часы. И все же никто не заметил, когда на лестнице раздались тихие шаги, и кто-то подошел к двери. На пороге стояла Линхен, держа за руку Доротеечку. Девочка была еще очень худенькой и бледной. «Вот, наконец-то, она!» — с облегчением вздохнул генерал. «Я считал, что в ее солдатской крови содержится чуть больше пунктуальности», — с улыбкой добавил он. «Прошу прощения», — ответил Линхен. «Меня повсюду задерживали, особенно у Шульца и у Портнова, которому Аста подарила клетку с птичками. Этот человек вне себя от радости. Самка как раз высиживает яйца. Они такие маленькие, не больше горошины. Вы бы его видели. Когда вы дарите что-либо бедному, то он радуется двойной радостью. Представляю себе, что вы должны были задержаться. Весь мир интересуется вами», — заметила фрау фон Драмбов. «Вы достаточно много плакали с другими. Теперь можно и повеселиться вместе с нами». «Да, и покушать печенье», — воскликнула Доротеечка. «Во всех домах стряпают». «Почему же вы забываете старых друзей?» — смеясь, бронила Линхен Аста. «Вам совсем не интересно увидеть меня в роли невесты?» «Господь да благословит вас тысячу раз», — торжественно произнесла Линхен. «Если мне не изменяет память, — вновь заговорил генерал, — то вы были между нами словно горящая свеча, от которой мы зажигали свои тлеющие фитили. Сегодня мы хотим высказать вам искреннюю благодарность. Есть величие в тихой, верной христианской душе, которая спокойно и с полным доверием к Богу идет своим путем, не давая вести себя в заблуждение. Не лишайте нас своей молитвы за нас». «Я еще хотел добавить», — заговорил член коммерческого совета, «что дедушка и бабушка маленькой Доротеечки Гехтерлинг, как вы уже, наверное, все знаете, приговорены к пожизненному заключению. Суд о попечительстве передал вам ребенка на воспитание, то есть вам доверено, насколько это возможно, заменить девочке мать. Кроме того, хочу рассказать вам, что мне удалось заставить нескольких должников вашего отца, а в перспективе и их сыновей, возместить вам часть потерянного имущества, на эти деньги вы можете вместе со своей приемной дочерью обустроить домик и продолжать быть благословением для жителей Щетцина». Линхен крепко прижала к себе дочь Иоганна, как безгранично велика Божья милость. Потом ей пришлось сесть со всеми за общий стол, и собравшиеся стали обсуждать ее маленькое новое жилье, домик, которое они собирались обустроить для Линхен с девочкой. Дом должен будет располагаться неподалеку от дома Драмбовых. При нем должен быть небольшой огород. Они рассказали ей о крестьяне, которому коммерческий совет по окончании срока службы обязался предоставить надежное место. Кроме того, в доме Драмбовых его до конца дней будут принимать как верного друга. Так они еще долго сидели все вместе, объединенные общей радостью. Руки собравшихся невольно складывались для молитвы, словно призывая души обратиться с благодарностью к Богу. Линхен смотрела в будущее с радостью и умиротворением. Осень ее жизни обещала быть счастливее прошлого. Цветы источали нежный аромат, тихо догорали свечи, и гости понемногу стали расходиться по домам. Линхен шла, держа за руку свою дочь. Субтитры создавал DimaTorzok